В эфире игра Ума Палата. Каждый из участников надеется уйти отсюда победителем, но удача благоволит только одному из них. Участникам придется забыть о дружбе и симпатии, ведь тот, кто сможет заработать наибольшее количество очков и тот, на чьей стороне будет удача, сможет вырваться в финальную схватку и побороться за денежный приз в 100 тысяч рублей. Имя этого счастливчика мы узнаем в конце телесезона. Ну что же, давайте представим этих безумных игроков, которые решили, что смогут побороться за главный приз. Представьтесь. Сидоров Альберт, системный аналитик. Из точки на мае предприниматель. Альберт, насколько вы являетесь самоуверенным человеком и на что вы рассчитываете в нашей игре? На свой широкий кругозор и богатый багаж знаний или все-таки на удачу? Ну, надеюсь на свой багаж знаний какой-либо. И богат ли багаж знаний? Ну, игра покажет сегодня, увидим. Майя, каков уровень ваших знаний и какова ваша любимая область знаний? Ну, знания у меня обширные, но самая моя любимая область знаний – это кинематограф. Итак, мы приступим к правилам нашей игры. В игре три раунда. В первых двух вы будете соревноваться за выход в финал. В третий раунд выйдет игрок, давший наибольшее количество правильных ответов. По итогам первых двух раундов проигравший покинет нашу игру. А теперь жеребьевка. В этом ящике находятся два шара – красный и синий. Тот из вас, кто вытянет красный шар, будет отвечать первым в нашем первом раунде. Приступайте. Итак, Майя, вы будете отвечать первой на наши вопросы. Верните шары на место, и мы будем приступать. Первый раунд длится две минуты. Игроки отвечают по очереди. И начинает Майя. Итак, первый раунд. Майя, закончите фразу, приписываемую Марии Антоновой Тегеси. У них нет хлеба, пусть едят. Пас. Альберт, назовите страну. Пирожные. Альберт, назовите страну, на территории которой находится Асуанская плотина и Суэцкий канал. Египет. Египет. Майя, какая река самая длинная в Китае? Пас. Янзы. Альберт, сколько букв в греческом афавите? 26 или 24? 24. 24. Майя, какой мифологический герой спускался в Аид за своей возлюбленной ивредикой? Тесей. Орфей. Альберт, какой химический элемент назван в честь подземного гнома? Кобальт. Кобальт. Майя, сколько Мария омывает Балканский полуостров? Два. Шесть. Альберт, кто из перечисленных был пожон во времена Екатерины II, Фанвизин, Радищев, Державин, Карамзин? Фанвизин. Радищев. А Майя, как назвали первую кимберлитовую трубку, открытая Ларисой Попугаевой, 21 августа 1954 года? Пас. Зорница. Альберт, какой химический элемент таблицы Менделеева обозначается 21 буквой латинского афлодита? Ой, пас. Уран. Майя, какие реки с каким названием нет на территории России? Спина, шея, палец, уста? Спина. Спина. Альберт, из чьей шерсти первоначально делались камеловки, головные уборы византийских священников? Овца, собака, як, верблюд? Як. Верблюд. Майя, куда послала Манна Ахматова? Ездили в наряде со стоящими из корсета, лифа, двух юбок, шелкового платья и шапочки. Театр. На пляж. Альберт, в какой из этих столиц бывших союзных республик раньше появилось метро? Баку, Тбилиси, Ереван, Минск. Минск. Тбилиси. Майя, какой столовой прибор обменял? Остап Бендер, у Людейтки Эллочки на стул. Ситечка для чая. Время. Майя. Каковы ваши ощущения и почему, по-вашему, вы проявили себя в этой игре именно таким образом? Ну, вопросы сложноватые. Какие вопросы вам показались наиболее сложными? Географические. С чем это связано? Вы пропускали уроки географии в школе? Да. Не пропускала, но география всегда давалась мне с трудом. И как звали вашу ученицу по географии? Лариса Константиновна. Видимо, нужно передать ей привет. Привет. Да. Альберт, каковы ваши ощущения и как вы считаете, справились ли вы должным образом с теми вопросами, которые вам попались? Ну, нет, скорее всего. Как будто ответил на половину вопросов. Часть вопросов можно было... Ну, половина это вы, конечно, преувеличили. Там явно не половина. А как вы считаете, с чем это связано? Ну, не знаю. С волнением. Возможно, забыл. Возможно, не угадал. Не знал. Давно вы закончили школу? Верно 15 назад. Понятно все. Итак, первый раунд завершен. И общая статистика игры выглядит следующим образом. В течение первого раунда вам было задано 16 вопросов. При этом Майя ответила только на один вопрос. Правильно. Альберт на три. Это означает, что именно Альберт начнет отвечать на вопросы первым во втором раунде. А значит, у него будет соответствующее преимущество. Я напоминаю вам правила второго раунда. У вас будет две минуты. Начинает победитель первого раунда. Переход хода происходит после его ошибки. Это означает, что если победитель первой игры будет на все вопросы отвечать правильно, то он не даст сопернику ни единого шанса. Проигравший по итогам двух раундов покинет нашу игру. Альберт, Майя продолжают схватку за главный приз нашей интеллектуальной игры 100 тысяч рублей, который выиграет самый умный в уме палаты. Финалист определится, я напомню, по итогам всех отборочных игр в конце нашего телесезона. Альберт, в каком году Индия обрела независимость от Великобритании? 1938. 1947. Майя. У какого животного самый длинный язык? Муравьед. Муравьед, правильно. Кто основал династию Ся в Китае? Пас. Юй Великий. Альберт, в какой династии принадлежала Клеопатра? Пас. Македонская династия Птоломеев. Майя. Когда быстрее распространяется звук, зимой или летом? Зимой. Летом. Альберт, какое известное сражение считается по оборотным моментам в войнах между Персией и Грецией? Сражение при Эфирмопилах. Понятно. Битва при Марафоне. Майя. При каком римском императоре начали строить Колизей? При Цезаре. Веспасиан. Альберт, какое правительственное ведомство США было создано после терактов 11 сентября? Министерство борьбы и стерилизитов. Министерство внутренней безопасности. Майя. Кто были русские правители с 17 века до революции 1917 года? Романовы. Романовы. Металл, который используют служители церкви для получения святой воды? Серебро. Серебро. Какая вода раньше закипит? Сырая или кипяченая? Сырая. Сырая. Какое известное сражение произошло 18 июня 1815 года? Пас. Ватерлоу. Альберт, когда к власти пришел Маунт-Зе-Дун? 48-й. 1949-й. Майя. Какой русский космонавт первым вышел в открытый космос? Титов. Алексей Леонов. Альберт, какие птицы считаются первыми вестниками весны? Ласточки. Грачи. Майя. Это растение, незаменимое средство для заживления ран, порезов, ссадин. Подорожник. Подорожник. Какое современное название земли Ван Демена? Пас. Тасмания. Альберт, можно ли сварить на вершине Эвереста яйца вкрутую? Нет. Нельзя. Куда вы на 1911 году? Рауль Амунсен возглавил успешную экспедицию? В Антарктиде. На Южный полис. Альберт, был ли у вас опыт участия в интеллектуальных играх? И каков он? Не было. Вы играете впервые в интеллектуальные игры? Да. Понятно. Каковы ваши ощущения от игры? Ну, в принципе, нормально, да. Как вы считаете, во втором раунде вам удалось одолеть Майо? Нет, не удалось. Майя, а каков ваш личный опыт участия в интеллектуальных играх? Ну, я играю в квиз, но, правда, только в киноквиз. Вы считаете, что вы одолели Альберта? Я не уверена. Ну, это мы сейчас будем и выяснить. Во втором раунде было задано 19 вопросов, правильно. При этом Майя ответила на 5 вопросов, а Альберт на 3. Это означает, что именно Майя проходит финал игры «Ума Палата». Альберт, спасибо вам за игру. Скажите, пожалуйста, какой области знания вам больше не хватило для того, чтобы выиграть в этой игре? Ну, были вопросы в основном по датам, поэтому, скорее всего, по истории. Ну, там 80% вопросов по истории были. Получается. А больше вы разбираетесь именно? Ну, как выяснилось, не в истории. Вы разочарованы в себе? Ну, да, в принципе, разочарованы. То есть уходить из нашей игры проигравшим вам стыдно? Ну, можно и так сказать. Понятно. Спасибо за игру, прощайте. Майя, ровно одну минуту я задаю вам вопрос, и вы отвечаете. Если вам удастся довести общий счет по результатам всех трех раундов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за денежный приз в 100 тысяч рублей. Рублей. Напоминаю, этот большой куш вы сможете выиграть в финальной сфатке в конце нашего телесезона. В каком веке христианство разделилось на православие и католицизм? Пас. Одиннадцатый, самая длинная река в мире? Анаконда. Амазонка. Как звали последнего римского императора? Пас. Рома в август. Сатурн – это какая по счету планета от Солнца? Четвертая. Шестая. Сколько протонов в атоме натрия? Пас. Одиннадцать. Кому поменят даже слова государства? Это я. Макеавелли. Ледовик, четырнадцатый. Кто автор известного стихотворения, который начинается словами «ночь» улица Фонар-Аптека? Есенин. Александр Блок. На каком материке находится пустыня Гоби? В Африке. Евразия. Как в русском языке в предложении выделяется обращение? Запятые. Запятые. Как называется неорганическая кислота, которая обозначается формулой H2SO3? Сернистая. Какая физическая величина определяется отношением массы тела к занимаемому объему? Пас. Плотность. По отношению к какому треугольнику можно применить теориуму Пифагора? Равнобедренному. Прямоугольный треугольник. Как называется закон, который говорит, что на тело, погруженное в жидкость, действует сила равная веса объема? Закон Архимеда. Закон Архимеда. Какой системе органов человека относится селезенка? ЖКТ? Иммунный. Время. Майя, какое ваше ощущение? Ну, было интересно, но сложно. Скажите, пожалуйста, что не позволило вам дать нужное количество баллов? Нужное количество знаний. Ну, видимо, так оно и есть. Какие вопросы, может быть, вам показались наиболее интересными или сложными? Вопросы, которые вас смутили? Ну, вот меня по-прежнему смущают вопросы по географии и истории. Понятно. Я не буду вас долго терзать. Майя, скажите, пожалуйста, что вы можете пожелать следующим нашим игрокам? Я желаю им удачи и, возможно, нужно было немножко подготовиться перед игрой, а не как я. Итак, во время игры я задал вам 14 вопросов. Вы мне дали только два верных ответа. В последнем решающем раунде вам не удалось дать 20 правильных ответов. Это означает, что вы не проходите в финал нашей игры и не сможете получить возможность побороться за денежный приз. До свидания. Спасибо за прекрасную игру. Спасибо вам. Это игра «Ума. Палата», где решающим является не только багаж знаний, но и удача. На что сделают ставку наши следующие игроки? Узнаем прямо сейчас. Это игра «Ума. Палата». Некоторые историки считают, что для обозначения крупных чисел восточные славяне использовали такое слово, как «тьма». Согласно этой теории, у наших сегодняшних игроков есть возможность заработать целый десяток тьмы, то есть 100 тысяч. Имя этого чемпиона мы узнаем в конце телесезона, а пока что у нас отборочные игры. И давайте познакомимся с игроками сегодняшнего выпуска. Иванова Айлита, учитель начальных классов. Графеева Александра, учитель истории и общества знаний. Александра, есть ли у вас уже какие-то планы на 100 тысяч? Ну, у меня лично никаких планов нет. Не знаю, просто мне интересно поучаствовать в таком телешоу, можно сказать. То есть вы заведомо программируете себя на проигрыш или оцениваете свой уровень интеллектуальных способностей ниже среднего? Ну, средний, думаю. Не так уж низкий. Ну что же, тогда это проверим в игре. Айлита, те знания, с которыми вы делитесь, с учениками начальных классов, их, как вы считаете, хватит для того, чтобы победить в нашей игре? Я думаю, что нет. Почему? Почему? Потому что уровень ваших знаний равен начальным классам? Или? Ну, можно сказать, да. Потому что среди других вопросов есть предметы истории, которые они изучают в начальных классах. Географии, биографии, физики. А область физики какого знания вам дается легче всего и что вы ожидаете? Ну, больше всего литература, я думаю. Проверим. Итак, правила нашей игры. В игре три раунда. В первых двух вы будете бороться за возможность выхода в финал. В третий раунд выйдет участник, давший наибольшее количество верных ответов во втором раунде. Проигравший же покинет эту игру. А теперь живьевка. Перед вами черный ящик, в котором находятся два шара синего и красного цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета. Это будет означать, что вы будете отвечать первой в первом раунде. Александра, вы вытянули красный шар, значит, будете отвечать первой. Мы просим вас вернуть шары на место для того, чтобы приступить к игре. Первый раунд длится две минуты. Игроки отвечают по очереди. Первой будет отвечать Александра. Итак, первый раунд. Александра, какое событие, как принято считать, послужило поводом для начала Первой мировой войны? Убийство французской вединанта. Верно. А Элита, сколько будет единицы в квадрате? Один. Один. Верно. Александра, был ли художником Павел Михайлович Средяков? Нет. Верно. А Элита, на сюжет какой пьесы Чехова навела вырубку царицинских садов под дачную застройку? Пас. Вишневый сад. Александра, какие животные иначе называются короткохвостами и раками? Пас. Крабы. А Элита, назовите хоккеиста, которым был снят фильм «Легенда 17». Пас. Харламов. Александра, под каким псевдонимом сражалась героиня Отечественной войны 1812 года? Пас. Надежда Дурова. Александрова. А Элита, какой газ переносится в крови в составе гемоглобина? Пас. Кислород. Александра, какой роман о нашествии марсиан написал Герберт Уэллс? Пас. Война миров. А Элита, сбором какого вторсырья занимался Чебурашко вместе с крокодилом Геной? Пас. Металлоломом. Александра, какая медицинская наука занимается гормональными нарушениями? Пас. Эндокринология. А Элита, закончите насмешки над теми, кто верит нелепым слухам. Говорят, что кур... Не кормят. Дуэт. Александра, какая актриса исполнила главную роль в фильме «Унесенные ветром»? Пас. Дивьян Ли. А Элита, кому установлен памятник на площади дружбы в Якутске? Пас. В какой фильм попали герои известной советской комедии Петров и Васечкин? Пас. Белое солнце пустыни. А Элита, какое хлебобулочное изделие появилось в Франции, когда вышел закон, запрещающий булочникам работать до 4 утра? Пас. Багет. А Александра, сколько лет был Юрий Гагарин, когда он отправился в космос? 27 или 33? 33. 27. А Элита, в каком итальянском городе базируется футбольный клуб «Ювентус»? Пас. Турин. Александра, в какой географический объект Африки 18 раз вспоминает стихотворение «Альболит»? Африка. Лим Попо. А Элита, какая скрипачка представляла Таиланд в гигантском саламе на Олимпиаде в Сочи? Пас. Банесса Мэй. Александра, к какому царству живых организмов относится опионок настоящий? Животные. Грибы. А Элита, сколько букв убрал из своей фамилии писатель, ставший Александром Грином? Два. Шесть. Александра, к инертным газам относится аргон или досад? Аргон. Время вышло. За время первого раунда вам было задано 24 вопроса, при этом Александра дала два верных ответа, а Элита только один. Александра, вы меня поразили множеством своих ответов, но больше всего мне запомнился опионок настоящий, которого вы причислили к животным. Вы почему так ответили? Ну, я как-то не раздумалась, потому что я посмотрела, услышала, как олененок, да? Не посмотрел, как олененок, поэтому подумала, оказывается, животное. Вот такая ошибка. Понятно. Зрение подвело или, может быть, зрение это было оправданием? Ну, ладно. А Элита, какой вопрос вам показался, может быть, самым интересным или вопрос, который каким-то образом смутил вас? Нет, вроде... То есть вы не запомнили вообще ни один вопрос? Нет, я запомнила просто из-за волнения, из-за скорости времени. Вы помните, на какой вопрос вы дали верный ответ? Да. На какой? Единица квадрата. Ну, это было несложно, понятно. Вы можете обе быть уверены в том, что управляете событиями в своей жизни, но в нашей игре этими событиями управляю я. Я перейду ко второму раунду и к его правилам. Раунд длится две минуты. Начинает победитель первого раунда – это Александра. Это означает, что если Александра будет отвечать верно до первой своей ошибки, переход хода к Айлите пока не осуществляется. У вас большое преимущество. Надеюсь, вы будете давать только верные ответы, и Айлита уйдет сегодня без возможности ответить вообще. Александра, болчица или коза, скормила своим молоком Зевса? Болчица. Коза. Айлита, в каком регионе России находится имение, в котором Пушкин провел знаменитую болгинскую осень? Пас. Нижегородская. Александра, в какой российский город некоторое время носил название Молотов? Пас. Пермь. Айлита, назовите столицу Австралии? Пас. Канберра. Александра, правую руку старину называли десницей, а левую? Пас. Шуйца. Айлита, назовите имя незаконного сына графа Безухова в романе «Война и мир». Пас. Пьер. Александра, как назывался главный храм древних Афин, расположенный на Акрополе? Парфенон. Парфенон, верно. В какой стране в 15 веке появился вид легкой кавалерии гусары? Пас. Венгрия. Айлита, в облике какого животного Мефистофель предстал перед Фаусом? Пас. Пас. Собака. Александра, сколько вершин у правильной треугольной пирамиды? Пас. Четыре. Айлита, какое звание? Высший генерал-майор или генерал-лейтенант? Генерал-лейтенант. Верно. Название какого животного буквально означает «речная лошадь»? Пас. Гиппопотама Александра из доктрины какой страны вышла фраза «король умер, да здравствует король». Пас. Франция. Айлита, в каком городе России находится музей? Пас. Мирового океана Калининград Александра. Сколько звезд на флаге Узбекистана? Семь или двенадцать? Двенадцать. Двенадцать. Икра белуги черная или красная? Черная. Верно. Как называется ситуация в теннисе, когда гейм выигрывает сторона, которая не подавала мяч? Пас. Фрейк. Айлита, как в Древнем Риме назывались духи покровителей мужчин? Пас. Гений. Александра, чему равна сумма очков на противоположных гранях игрального кубика? Пас. Семь. Айлита, в лошадиных силах измеряется работа или мощность? Работа. Мощность Александра. Роман какого писателя лег в основном фильма «Сердце Пармы»? Пас. Иванов. Айлита, какая гигантская статуя находится в Бразилии на горе? Пас. Карковаду. Христос. Александра, каких животных включает наука серпентология? Пас. Змеи. Время. Ну что же, перейдем к результатам. Но прежде мне хотелось бы узнать у Айлиты, может быть, вы сами скажете, кто победил в этом раунде? Александра. С чем вы это связываете? Ну, примерно посчитала. Сколько верных ответов дала Александра? Два или три. А вы? Два, по-моему. Или один. Так, два или один? Один. Один. Да, совершенно верно. Вы смогли дать только один правильный ответ. А Александра? Три правильных ответа. Всего в этом раунде я задал вам 23 вопроса. Это означает, что именно Александра проходит в третий раунд, а Айлита покидает нашу игру. Мы спешим с вами расстаться. Прощайте. До свидания. Александра, вам удалось победить свою коллегу. Давайте проверим, сможете ли вы победить саму себя в третьем раунде. Его правила следующие. Ровно одну минуту я задаю вам вопросы. Если вам удастся довести общий счет по результатам всех трех раундов до 20, у вас появится возможность выйти в финал нашей игры и побороться за денежный приз в 100 тысяч рублей. Я напомню и вам, и телезрителям, что финальные игры состоятся в конце телесезона. Александра, какое имя давали младенцам, называя их в честь первого космонавта Земли? Юрий. Верно. Назовите английского драматурга, автора пьес Генрих V, Генрих VI. Шекспир. Верно. В каком виде спорта действуют доигровщики и диагональные? Пас. Волейбол. С чего в песне «Крошки и енота» начинается дружба? Пас. С улыбки. Как называется единственный роман, написанный американцем о Генре? Пас. Короли и капуста. Какое прозвище русского князя Владимира в переводе с греческого означает «единоборец»? Пас. Мономах. Если один из смежных углов острый, то какой будет другой угол? Пас. Тупой. Откуда, цитата, «публично юбки не задирать, чулки не поправлять и новыми комбинациями не хвастаться?» Пас. Большая перемена. Какое судно построил Ной для спасения от всемирного потопа? Ковчег. Верно. Какой инструмент больше по размеру виолончели или контрабас? Контрабас. Верно. Какой город до 1 апреля 1917 года назывался Романов на Мурмане? Екатеринбург. Мурманск. Какой римский папа был организатором первого крестового похода? Опас. Урбан II. Какое произведение Болгарии известно как «Кошачий марш»? А в Корее как «Кошачий танец». Ас. Собачий вальс. Время вышло. Александра, я при всей своей, может быть, какой-то очень легкой строгости вас бы хотел похвалить за игру и порадоваться тому, что вы давали достаточно неплохие ответы, но тем не менее. Скажите, пожалуйста, а похвалите ли вы саму себя в этой игре? Ну, я думаю, что да, потому что более-менее ответила она, ну, не на все, а более-менее те вопросы, которые я могу, в принципе, дать ответ. Но были и вопросы, которые я вроде бы знала, та же улыбка, да, и та же Владимир Манамов вроде бы, да, но все равно не смогла ответить. Скажите, пожалуйста, а с чем это связано? А ведь действительно ответы были и вопросы были понятные, предсказуемые, элементарные? Ну, точно это время, то, что время быстро едет, да, поэтому лучше думать, да, пас, чем просто там думать, да, и стоять. Потому что время все-таки важно для этой игры. Скажите, пожалуйста, есть ли люди, которые болеют за вас, и, может быть, вы хотите передать кому-то привет? Ну, да, я передам привет, могу болеть. У меня есть семья, мои родители, бабушка. Передаю привет Марфе Семеновне, она из Статинского улуса, наверное, сейчас он меня увидит. Давайте перейдем от слов к делу. За время третьего раунда я задал вам 13 вопросов, из них вы дали 4 правильных ответа. Это, в принципе, неплохой результат. В последнем решающем раунде вам не удалось дать 20 правильных ответов. Это означает, что вы не проходите в финал нашей игры и не сможете получить возможность побороться за денежный приз. До свидания, спасибо за игру. Ага, спасибо за игру, до свидания. Это игра «Ума. Палата», где каждый из вас может заработать 100 тысяч. Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok